В прошлом году Трудовая инспекция провела 119 проверок, вследствие которых возбудили 70 административных дел. В 2020 году 85 проверок и 55 административных дел. Такая динамика обусловлена тем, что постановлением премьер-министра на плановые выезды введен мораторий. Все проверки в связи с пандемией проходят документарно и согласовываются с прокуратурой. Любое обращение, если в первой ситуации в течение 30 дней мы проводили проверку и представили информацию, любое обращение, которое сейчас поступает в период самоизоляции, мы должны были давать ответ. То есть мы работали даже не в штатном режиме, когда все находились на самоизоляции, я бы сказал, мы работали даже в усиленном режиме. То есть ввели прием граждан по телефону, мы дистанционно общались и давали ответ по всем обращениям в течение суток. В этом году за непроведение медицинских осмотров и инструктажей зафиксировали всего два административных правонарушения. По невыплатам, задержкам зарплат и невозмещении процента за пользование деньгами работников – 14 правонарушений, как и в прошлом году. По средствам реальной защиты в том году мной было возбуждено 19 административных дел. Хочу признать, что на сегодняшний момент работодатели города Саров стали уделять больше внимания этому аспекту, этому вопросу. И на сегодняшний момент всего лишь возбуждено 9 административных дел и приличных к административной ответственности. Что касается системы оценки условий труда, здесь тоже, что меня искренне радует, если в 2019 году было возбуждено 5 административных правонарушений, то на 2020 год у нас есть позитив 4. Во время пандемии обращения поступали и от сотрудников, и от работодателей. В большинстве случаев это были не жалобы, а просьбы о консультации. Кто-то звонил, кто-то писал с просьбой дать информацию, какие выплаты должен произвести фонд социального страхования в следствии больничных. Кто-то интересовался, как будут происходить, разворачиваться события в дальнейшем, будут его увольнять, не будут. Но жалоб на незаконное увольнение, принуждение на увольнение или какое-то давление, я говорю про город Саров, официально не поступало в Государственную инспекцию труда. Если работодатель нарушает ваши права, можно получить консультацию в Государственной инспекции труда. По всем обращениям специалисты ведомства применяют меры инспекторского реагирования. Либо можно направить жалобу в региональную прокуратуру или суд. Эксперты рекомендуют сохранять расчетные листы, бумаги, изменяющие режим работы и прочие документы, которые отражают вашу проблему. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.